Ну что ж, друзья мои, продолжим эфир. Бизнес-канал на Финам.ФМ. Как известно, он состоит из двух частей. Первую часть мы благополучно с вами отговорили, обсудили ситуацию на мировых финансовых рынках. Ну а теперь вторая часть, не менее интересная, называется она «Бизнес-класс». И в гостях у меня очень интересный, хотел сказать, не менее интересный, очень интересный гость. Более того, человек, который сегодня в студии, не первый раз в этой студии. И тем более приятно с вами встретиться, уважаемый Ульяна. Спасибо. Уважаемые слушатели, значит, в студии «Бизнес-класс» и сегодня Ульяна Самолова, президент группы компаний «Самолов и Самолова». Еще раз добрый день. Добрый день. Добрый день. Рад вас видеть. Мы сегодня будем интересную тему обсуждать. Мне, по крайней мере, она показалась такой забавной, ну, по крайней мере, судя по названию. Звучит это так. Правильные люди в компании. От эффективности сотрудника к эффективности бизнеса. Какие они, эти правильные люди? Сложно ли стать правильным человеком? Хотя очень хочется. Вот с детства я хотел сказать, стать правильным человеком. Стало ли, до сих пор не знаю. Ну что ж, присоединяйтесь к нашему разговору, уважаемые, уважаемые слушатели. Телефон студии 6510-996, код Москвы 495, сайт компании finam.fm. Начнем, Ульяна, начнем. Собственно, как понять, что человек правильный? Происходит некая оценка сотрудника. Зачем она нужна, эта оценка? Ну, во-первых, давайте разведем эти понятия, что правильный сотрудник, а не правильный человек в общем, да? Потому что человек правильный, это правильный сотрудник именно в этом ключе, да, в этом контексте речь идет. Я бы так сказал, человек правильный, это и правильный сотрудник, да, и правильный семьянин, условно, и правильный, я не знаю, россиянин, да, патреон и так далее. Я согласен, согласен. То есть оценивается человек именно для данной компании, для какой-то определенной позиции, потому что для, например, другой компании он может быть абсолютно неправильным. Любопытно. Поэтому поиск идет как раз за такими правильными людьми для конкретной компании, для конкретной позиции. Ну мы можем в общих чертах, может быть, или взять какой-то конкретный пример для того, чтобы понять, по каким критериям человек становится правильным. Ну не человек, а сотрудник я буду оговариваться, видимо. Ну, во-первых, в каждой компании есть требования к определенной должности. То есть, в принципе, профессия может быть одна и та же, должность может называться в разных компаниях одинаково, но есть некие уникальные, скажем так, требования в данной конкретной компании. То есть требования эти могут различаться очень кардинально, прям для одной и той же должности. Поэтому человек должен соответствовать именно этим требованиям. А, кстати, от чего это зависит? Вроде мы говорим, да, что компании, давайте предположим даже, компании занимаются одним и тем же, да, то есть функции профессиональные одни и те же. И тем не менее, критерии ведь могут кардинально отличаться. От чего это зависит? Да. Ну, во-первых, это зависит от построения, ну, от структуры самой компании. Потому что, если компания, например, ну, не очень большая, от стадии развития компании зависит компания не очень большая, только начала свою деятельность, то у нее идет совмещение функций в разных должностях. Понятно, что тут выделить, как бы, вот функционал именно такой вот, да, специфический, именно для какой-то должности очень трудно. В крупных компаниях там идет вычленение как раз, ну, более тонкое, да, там, на такие вот кусочки мелкие функционала. Поэтому вот тут вот отличие первое идет. Да, то есть зависит от того, насколько масштабна компания. Да, 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 да. И людям приходится, ну, деятельности, например, в крупной компании, там по одному функционалу ее очень много. И поэтому даже несколько человек берут на определенную деятельность, ну, на определенный набор, скажем так, действий. В маленьких компаниях там этих действий немного, например, поэтому загружает этого человека несколькими, ну, как бы, несколькими должностями одновременно. Поэтому понятно, что будет разные требования к человеку. Я сразу вспомнил, и швец, и жнец, и на дуде, и грец. На дуде, да, да. Это вот тот самый, да, 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 да. И второе, конечно же, это специфика компании, специфика, ну, культурная специфика компании. То есть в каждой компании... То есть в корпоративной культуре идет. Корпоративной культуре, да. Ну, все же сверху все равно строится, да. Есть руководитель. Он человек специфический, со своими определенными особенностями, со своим характером, ну, там, вот, отношением к жизни, ценностями. Понятно, что он подбирает людей под себя, ну, с которыми будет удобно работать, с которыми он найдет взаимопонимание, общий язык. И поэтому понятно, что в такой компании в одной это будут люди определенного характера, определенного набора ценностей. В другой компании это будут совсем другие люди. А, кстати, если человек по какой-то причине очень хотел бы устроиться именно в эту компанию, он приходит, и у него возникает необходимость, ну, либо каким-то образом ассимилироваться, да, то есть встроиться в эту систему ценностей. И они, может быть, ему даже и не особенно приемлемы, не особенно комфортны, но, опять-таки, у него задача есть другая. Вот он может таким образом, ну, да. Если у него есть потребности, например, да, вот потребности в имидже, если они настолько сильны, что они преобладают как раз над какими-то другими ценностями, ну, то есть эта потребность, она уже ценностного порядка, да, то есть она уже очень важна для него, чтобы работать в какой-то крутой такой брендовой компании. Тогда, по большому счету, он может, ну, другие свои вот эти потребности ценностные, да, ну, как-то нивелировать, скажем так, да, там, ну, пристроиться, немножко пересмотреть свои ценности, вот эти вот. Наступить на горло собственной песни. Да, 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 да. В какой-то степени. Если говорить опять вот об этом сотруднике, можно ли, я не знаю, выстроить как-то систему ценностей для каждого конкретного человека? Ну, то есть статистически, да, что на первом месте у него стоит, вот чем бы он никогда бы не поступился, что на втором месте, что на пятом месте, что уже, так сказать, так достаточно. Ну, вот наиболее продвинутые компании именно так и поступают, то есть они как раз выстраивают эту систему ценностей и потом в дальнейшем делают замеры регулярные того, ну, насколько их сотрудники эти ценности разделяют. Вот не произошел ли какой-нибудь крен, ну, например, служба персонала вдруг стала набирать, ну, немножко не таких людей, например, да, или что-то внутри компании случилось, и люди вдруг, ну, немножко в другом направлении стали идти, да. По поводу службы персонала очень интересно. Вот служба персонала в какого-то момента, наверное, немножко не тех людей. То есть имеется в виду те люди, это установка сверху, да, была, нам нужны вот такие сотрудники, чтобы они соответствовались им. А служба персонала начала от этого дела в сторону отходить. Почему? Потому что сами сотрудники службы персонала иначе стали... Может быть, может быть, там сотрудники стали принимать на работу, которые не разделяют эти ценности, например, да. Или они по-другому трактуют эти ценности. А как сам сотрудник службы персонала там оказался, если он не разделяет эти ценности? Ну, а как вот так как-то взяли его, я не знаю, мало ли что. Не заметили, или он, может быть, да, немножко миликлировал. Да, или у него, например, да, произошел какой-то, или он просто, например, ну, его когда брали, посчитали, что он разделяет эти ценности, а это оказалось наносным, и у него более глубинные вот эти его потребности, его ценности, да, вылезли, скажем, да, 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 и он поэтому всех остальных тоже так оценивает, ну, несколько по-другому. Здорово, то есть резонно тогда сказать о том, что периодически нужно, ну, как минимум там, я не знаю, среди основных топ-менеджеров, да, эту систему ценностей периодически нужно проветривать, да, нужно проверять, как ребята куда-то в сторону не смотрят. Да, и при этом именно как раз вот оценивать не столько по самим вот написанию формулировок, сколько по сути, ну, то есть устраивать какие-то, ну, не просто оценочные вот эти мероприятия, но еще какие-то сессии по обсуждению тому, кто, как понимает, ну, то есть чтобы было единое понимание этих ценностей, потому что написано же, может быть, один, ну, да, одно слово. Совершенно верно, да, то есть оценочные мероприятия, это, условно говоря, некий тест, да, вот он собрал всех сотрудников, дал им анкетку какую-то заполнить, они быстренько галочки поставили, о, все нормально. Да, 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 да. А на самом деле это все гораздо глубже. А как выглядит тогда более глубокое, то есть надо, я не знаю, там, какую-нибудь, как это, как это говорит, корпоративную какую-то собрать, да? Ну, какие-то корпоративные мероприятия, на которых обсуждается, и где даются, например, некие ситуации, в которых человек, ну, проявляет себя и показывает, каким образом он понимает, трактует как раз вот эту ценность, да, там. То есть ему здесь было бы сложно, да, так дежурно поставить галочку. Да, да, да. То есть он оказывается в некой ситуации, да, ему нужно принимать решение. Здорово. Кстати, возвращаясь, да, непосредственно к вашей деятельности, вот подобные мероприятия вы устраиваете для своих клиентов? Да. Помогаете им это делать? Да, да, это различные оценочные сессии мы их называем, да. И как часто происходят они, вот если какую-то компанию взять, среднюю, да, то есть раз в год, раз в месяц? Нет, вы знаете, на самом деле вот такие вещи не очень регулярно проводят, ну, в том смысле, что вот есть, например, некие процедуры, которые вот такие формализованные, называются аттестациями. Их, например, проводят, ну, закрепляют, что раз в год. А эти, они, ну, как сказать, вот решили, что сейчас у нас переломный момент. Ульяна, прошу прощения, сейчас у нас новости послушаем, потом продолжим. Итак, друзья мои, продолжаем, продолжаем наш эфир «Бизнес-класс» на Финам.ФМ. Меня зовут Олег Дмитриев, сегодня в гостях Ульяна Самолова, президент группы компаний «Самолов» и «Самолова». Обсуждаем мы тему «Правильные люди в компании» от эффективности сотрудника к эффективности бизнеса. Телефон студии 6510996, код Москвы 495, сайт компании «Финам.ФМ». Ульяна, продолжим, собственно, если можно более подробно, поговорим давайте об этом. Итак, какие виды оценки необходимы компаниям, сотрудникам, в каких стадиях тотальная оценка нужна конкретно? Расскажите, пожалуйста. Ну, вот смотрите, все, в принципе, все компании, независимо от стадии развития ее, от масштаба, оценивают в трех конкретных случаях. Первое на входе, второе на выходе, что называется, и третье это в процессе работы. Так, на входе? Ну, на входе, да, на входе очень важно подобрать правильных людей, вот как раз, да, тех людей, которые… На входе имеется в виду при… На входе в компанию. Да, ну, то есть вот люди привлекают компании сотрудников, размещают свои вакансии и устраивают собеседования, тестированные, тоже различные способы используют. Вот на входе это называется, оценка на входе. То есть очень важно найти нужного, правильного человека. Причем, смотрите, чем выше вот позиция в компании, тем, ну, скажем так, важнее найти правильного сотрудника, потому что должности, они же не просто так выстроены в иерархию. Каждая должность, она несет за собой какой-то результат, который помогает компании добиваться цели, достигать своих целей и несет риски соответствующие неправильно принятых решений, неправильно каких-то действий. И чем выше позиция в компании, тем эти риски, ну, больше, скажем так. Для компании в целом, да? Для компании в целом. То есть вот, например, взять сотрудника, ну, рядового, как называют, да, там, технического исполнителя. То есть он где-то накосячил у себя в уголке, и там будет… Да, да, это, конечно же, плохо, там, это да, может компания понести убытки там какие-то, ну, представьте себе, если мы неправильно взяли тупо. Ну, во-первых, его очень долго набирать, ну, его нужно найти, для этого много ресурсов использовать. Он денег наверняка много хочет. Он много денег хочет, да, и причем эти денег он хочет сразу. А эффективность в управленческой деятельности, вот если взять, например, исполнительскую деятельность, можно сразу увидеть, человек может или не может. А в управленческой деятельности там сразу очень трудно это увидеть, да, и чем выше должность, тем как бы разгон должен быть больше. А все это время мы платим ему деньги. И мало того, что мы платим ему деньги, если мы не того человека взяли, и нам придется его уволить, это значит, что мы не только заплатили, мы еще и время потеряли, которое мог кто-то другой что-то здесь правильно сделать и, ну, достичь каких-то целей. Ну, правильно я понимаю, что вот эти вещи вообще, они как бы не планируются, и решить их со стопроцентной вероятностью невозможно. Ну, со стопроцентной вероятностью, конечно, нельзя, но, по крайней мере, тут как раз, чем грамотнее мы вот эту оценочную выстроим, всю эту процедуру, тем больше вероятности, что мы возьмем того, кого надо. Вот, это вот, при, получается, при входе, да. Что касается на выходе. А на выходе это что значит? Да, это вот очень интересно. Человек увольняется, да, я его должен оценить еще. Вы знаете, на самом деле, ну, понятно, что увольнение, как правило, происходит, когда в процессе оценивают. Ну, там, именно там принимают решение, да, когда в процессе работы оценивают сотрудника, принимают решение развивать его, оставлять на этом месте или увольнять. Я сейчас говорю немножко о другом. Я говорю немножко о другом, о тех случаях, когда принимается решение, и это решение, но не всегда однозначно и очень долго обдумывается, уволить, не уволить сотрудника. И плюс еще такие ситуации кризисные, скажем так. Вот когда был кризис, да, там же были сокращения, увольнения, и там просто, это был, правда, целые вот, ну, мероприятия по оценке того, кто останется, а кто будет уволен. Ну, такие морально тяжелые. Конечно, это со слезами на глазах, что называется. Так оно и было, да, плюс еще со слезами на глазах, и плюс еще и со слезами в залах суда, я бы так сказала, да, там, ну, понятно, что эти сотрудники обращались же, ну, то есть в крупных компаниях это было очень сильно, много таких ситуаций. И плюс оценка в процессе работы. В процессе работы там тоже очень интересно, потому что есть оценка, ну, текущая такая, когда руководитель оценивает своего подчиненного. Он его оценивает там ежедневно, еженедельно, ежемесячно, там, ежеквартально, ежегодно, да, там, он оценивает его эффективность. Ну, то есть он оценивает результат его работы, плюс он все равно оценивает его как на соответствие, соответствует ли он, скажем так, этой должности. Каждый раз он еще, да? Да, да, это все равно так оно и есть, да. Это вот первая, да, там такая линия, скажем так, оценки. Есть еще специальные оценки, когда специальные компетенции сотрудника оценивают, чтобы проверить, ну, годен он ли не годен, то есть тогда уже более… Это тоже в процессе все происходит. Это в процессе его работы в компании, скажем так, да, там намечаются какие-то оценки, например, ну, раз в год, например, там, или раз в полгода, или раз в два года, и оценивается, соответствует – нет. Либо, например, оценивается с точки зрения, ну, надо оформлять кадровый резерв, где сотрудников брать, ну, управленческие должности какие-то, да, нужно внутренне. Расти, да? Да, да, оценивается, чтобы понять, ага, кого в этот списочек кадрового резерва, собственно говоря, определить. Оцениваются сотрудники, чтобы понять, например, может быть ротацию какую-то произоведет горизонтальную. Ну, компания развивается, например, да, руководитель вот этого подразделения, он может быть направлен куда-то в другой город, открыть там подобное подразделение, ну, горизонтальная ротация. какая-то. Вот. Оценивается, может быть, он не совсем, то есть он хорош, все, мы его не будем увольнять, но что-то он как-то недоразвит, можно сказать, да? Ну, в хорошем смысле этого слова. Безусловно, в хорошем, и тем не менее, все равно, вот критерий недоразвит, если в данном случае как определить, или это очень субъективно? В смысле, что чувствуется, что, например, компания быстрее развивается, а он недостаточно быстро, что что-то не хватает. Например, он отстал в том смысле, что компания уже стала более современной, она современные технологии использует. А он все по старинке. Да, он все по старинке. При этом я хотел бы очень, он справляется со своими обедами, да? Да, да, но он больше времени на это тратит. Эффективность его не такая хорошая, не такая высокая, как хотелось бы. Тоже можем оценить, например, и понять, что его можно развивать, обучать. Ну, то есть есть много локальных задач, которые решаются с помощью оценки. Но это все оценка как бы эффективности сотрудника. А вот то, что мы с вами, ну, до рекламы говорили, это речь идет как раз о соответствии корпоративной культуре. Ну, то есть вообще, в принципе, ну, в той ли он компании находится, тот ли это человек, который нам нужен, ну, с точки зрения человеческого общения. То, что, ну, надо же отдавать себе отчет, что мы в компаниях живем, можно сказать, да, большую часть своей жизни проводим. Поэтому мы должны быть... С огорчением, я сейчас подтверждаю. С огорчением сказал я. Ну, так вот, чтобы это было счастье, не с огорчением, а со счастьем, как раз вот нужно, чтобы мы как-то друг к другу подходили. Ну, огорчение у меня, по крайней мере, да, эта фраза вызвала только с той и только точки зрения, что я с удовольствием провожу время, естественно, на работе, но этого времени слишком много. Мне хотелось бы еще и этим заняться, и этим, и этим заняться. Да, 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 разносторонне везде себя проявить во всех сферах. Совершенно верно. Согласна. Ну, вот хоть как-то компенсировать, чтобы свое вот это, да, там, ну, скажем так, проведение этого времени, чтобы оно не напрасным было, и чтобы оно помимо денег приносило еще удовольствие, а радость от общения с людьми, с которыми ты работаешь. Поэтому вот корпоративная культура, в соответствии ей, как раз позволяет сбалансировать вот эти коллективы. Но причем, чтобы люди не расслабились, опять же таки, да, чтобы им не было слишком комфортно, чтобы они как-то остроту, ощущение было. А, то есть тут палка, да, о двух концах получается. Да, 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 да. Это сложная задача. Очень сложная. Вот эта задача, на самом деле, правда, очень сложная. Смотрите, если мы говорим уже, да, вот о соответствии сотрудника, ну, есть задачи какие-то, функционал есть, да, он выполняет, не выполняет, и, соответственно, столько денег он получает, не получает. А когда мы вот погружаемся в вот это вот в море корпоративных взаимоотношений, здесь, опять-таки, да, мне кажется, все очень субъективно, на тоненького, что называется. Вот как найти точки соприкосновения огромное количество людей, ну, или даже не огромное количество людей в коллективе, каждый — это личность, да, вплоть до того, что, я не знаю, там, одну и ту же или не одну и ту же музыку они любят, потому что здесь у меня сосед, да, включил, а мне не нравится. Ну, еще какие-то вот такого момента, да, характеристики, их, мне кажется, тоже очень сложно просчитать. Ну, есть такой момент, да, сложно, ну, а что ж теперь делать? А как, да, ну, безусловно, а как решается эта задача? Ну, точно так же, как и при оценке каких-то индивидуальных качеств и компетенций. Точно так же мы определяем критерии для оценки, то есть мы определяем, вычленяем, скажем так, что в компании, в корпоративной культуре компании самое важное. Ну, вот как говорили про ценности, да, какие ценности являются наиболее важными, ну, то есть то, что должны точно, однозначно разделять все сотрудники. А какие-то, например, они могут не разделять. Вы можете музыку любить разную, но при этом, если у вас есть вот это вот, да, отношение к людям, доброжелательность, внимательность к людям, то понятно, что вы что сделаете? Вы просто оденете наушники, ваш сосед оденет наушники. А вот такая очень часто меня раздражает эта тоже история, когда мой коллега оставит мобильный телефон, не переведенный в режим вибрации, да, и уходит. И какие-то странные вот эти, ну, всякие бывают, рингтоны так называемые. Пока его нет, вот это все, значит, на весь офис раздаются эти звуки непонятные, естественно, раздражение вызывают. Это все несоответствие корпоративной культуры, или просто это нехватка культуры собственной, я бы сказал. Вы знаете, я так отвечу. Вот, ну, у вас есть семья? Да. Вот вы в семье всем довольны, у вас все выполняют то, что вы хотите. Ну, по крайней мере, я стремлюсь к этому. Всех построить. Да, да, да. Ну, как-то договаривайтесь правильно, тут то же самое, то есть тут речь идет о том, что нужно договариваться о каких-то вещах, да, там. Но это вещи не... Это уже немножко... Я взял первый пример, но это как бы не элементарные вещи, вот человек, когда сидит, много народу, и вот такая ситуация происходит. Это не элементарно. Нет, ну, я не знаю. Просчитать это сложно. Как можно рассчитать, но просто такие вещи, просто договариваться, да. Тут как-то ценность... Ульяна, мы прервемся на несколько минут, потом продолжим. Хорошо. Итак, друзья мои, продолжим эфир. Мы сегодня говорим о правильных людях в компании. Звучит убедительно, я вам хочу сказать. Как, собственно, выстраивается, да, эффективность сотрудника к эффективности бизнеса. В гостях у меня Ульяна Самолова, президент группы компаний «Самолов и Самолова». Уважаемые слушатели, присоединяйтесь к нашей беседе. Телефон студии 651099, 6, код Москвы495, сайт компании finam.fm. Продолжим, Ульяна, продолжим. Ну, бог с ним, ладно, с этим звонком. Хотя я вот сидел сейчас, слушал новости, когда вспомнил еще ряд неприятных эпизодов, которые раздражают меня, когда я, да, оказываюсь вот, да, в определенной ситуации. Например, громко пахнущая пища, которую мой коллега потребляет рядышком. Хотя он прекрасно понимает, что лучше, конечно, что-то пойти сделать в специальном месте. Но это не связано с тем, да, видимо, с чем. Нет, вы знаете, это несколько немножко связано. Просто речь идет о том, что есть некие качества, да, и ценности, которые, ну, в людях содержатся. А есть некие… То есть мы говорим именно о культуре вот этой человечества. Да, а вот есть в корпоративной культуре есть еще такое понятие, как правила и нормы. То есть компания задает, ну и сами сотрудники тоже создают правила и нормы. И они, как, знаете, приучают, научивают новых сотрудников эти правила и нормы выполнять. То есть вы сейчас говорите вот как раз о таких нормах, которые, ну, они неформализованы. То есть люди просто вот в компании привыкают, скажем так, да, устанавливают такие неформальные правила. Я понял. Хорошо. Устанавливают неформальные правила. И опять мы по вертикали, по вертикали, по вертикали и добрались до главы компании, да, до самого главного, самого страшного человека, в хорошем смысле слова, которому все дрожат. Но, оказывается, и он тоже периодически, да, должен быть оценен. И причем он сам даже, да, оценен, простите. И причем он сам даже иногда эту оценку заказывает. Да, да, да. Проявляет инициативу, да. Для чего-то это необходимо. Вот здесь тоже много вопросов. Зачем ему это? Да. Ну, на самом деле, вообще, оценка руководителя — это такая очень большая тема, очень интересная, потому что, ну, именно управленцы принимают решения на всех их иерархических ступенях, да, там и чем выше, тем они более сложные решения принимают. И когда мы добираемся до самого верха, мы говорим о том, что это позиция, где человек принимает, ну, скажем так, судьбоносные решения, прям скажем. Потому что от его решений зависит, ну, жизнь самой компании, ну, и, соответственно, ну, там, потеря работы или, например, да, там, хорошие условия, ну, счастье сотрудников иногда сейчас вот даже тема модная. Нет, ну, мы говорили о том, что после восьмого года, да, массовые увольнения со слезами на глазах, в этом дело, конечно, да, и руководитель, он тот же человек, он прекрасно понимает, да, вот есть у меня отличные сотрудники, ведь они мне ничего плохого не сделали, но ситуация такая, что мне сейчас нужно сокращаться, мне нужно оптимизировать расходы, как говорят такие случаи, и я вынужден вас увольнять, простите ради бога, ну, куда, это жизнь, все правильно. Ну, да. А вот что касается первых лиц, ну, бывает, конечно, ситуации, ну, когда у первого лица еще есть над ним, скажем так, да, какие-то лица, которые могут его оценить. Но очень часто бывают ситуации, когда уже над ним никого нет и никто его не оценивает. Ну, и представьте себе, то есть вот эту степень ответственности этого человека, который, по большому счету, ну, он отвечает за те цели, которые он ставит, за те решения, которые он принимает, и на самом деле ему всегда нужно для выполнения этих целей, этих решений, нужны ресурсы. Это может быть ресурс власти обязательно, да, там ресурс финансовый ресурс, и в том числе личный ресурс, самый главный ресурс, это ресурс самого себя. И вот, понимаете, если ты не знаешь свои сильные слабые стороны, то это просто беда-беда, потому что ты принимаешь неправильное решение, ты неправильно распределяешь свои силы, и поэтому этому человеку, конечно, нужно уметь себя оценивать. Но самому себя очень трудно оценить, ну, объективно, да, где-то ты можешь, но, опять же-таки, научиваешься уже со временем оценивать по каким-то, опять же-таки, внешним проявлениям, да, там, ты что-то сделал, получил обратную связь и делаешь какие-то выводы. Ты анализируешь там, я не знаю, да, там, вот. Надо сказать, что это очень, я бы сказал, такие, может быть, даже редкие качества руководителей, да, вот эта вот попытка оценить себя самостоятельно, такая здоровая. Все руководители себя оценивают, все, это не то, что редко, это стопроцентное качество, все себя оценивают. Просто не все корректно, видимо, это делают, да? Конечно, конечно, естественно, ну, это естественно, что себя очень трудно, да, там, сам объект не может себя оценить, объект. Вот, и поэтому понятно, что хочется обратную связь от этого мира, от кого-то получить. Но с другой стороны, понимаете, вот смотрите, на Западе, например, развита достаточно оценка руководителей сотрудниками. У нас сейчас кое-где пытаются тоже, ну, как всегда у нас, да, что-то увидели, давайте применим. Ну, даже в школах у нас сейчас, знаете, да, такая практика, когда ученики оценивают учителей, собственно говоря. Но такие вещи нужно очень аккуратно делать, да, нужно, чтобы это все было подготовлено. Но, если честно, я пока вообще не верю в такую, в эффективность такой оценки, потому что считаю, что... В принципе, не верите в эффективность? Не верю, я в принципе не верю в такую эффективность, ни в России, ни за рубежом, потому что я считаю, что такие люди, ну, сотрудники, они могут что оценить? Они могут оценить, насколько им комфортно с таким руководителем, да, насколько им нравится этот руководитель и то, что они для них делают. И очень трудно оценить, по большому счету, насколько грамотно, да, он принимает решения. Потому что картину в целом сотрудники не видят. Более того, ведь сотрудники тоже не всегда могут поставить себя объективно на место руководителя. Не каждый имеет, так сказать, возможность стратегически мыслить. Да, да. И получается, смотрите, засада такая, да, первое лицо, кто может оценить? Получается, сотрудники не могут оценить. Если и какие-то процедуры оценки проходят, то, ну, знаете, гарантировать, что правду сказали, скажем так, да, люди, которые зависят от этого человека, ну, как-то так, не знаю, сложно сказать. Сложно. Да, да. Во-вторых, получается так, что этот человек может со стороны какую-то оценку заказать. Опять сложности. Где найти тех, кому можно доверить свою оценку? Ну, получается, что я сначала должен доверять там этому человеку, верить в то, что он понимает мою работу и может оценить, да, там, вот, и в том, что он меня оценит грамотно. Это вот второй риск. Третий риск — это то, что, ну, по большому счету, если он меня даже оценит, то где гарантия, что он потом это не распространит как-то где-то что-то? Потому что имидж, репутация, очень часто такие, да, там, вещи очень важны об этом человеке, да, там, ну, очень конфиденциальная информация. И последний момент, самый важный, это то, что когда человек уже привыкает к тому, чтобы быть неоцененным, то он разучивается получать обратную связь. Вот в чем дело. То есть он ее в штыки воспринимает, как бы он не готов к получению. Именно поэтому я говорю, что оценивать сотрудников нужно обязательно в каждой компании. То есть нужно приучать людей получать обратную связь. Пусть она будет даже не всегда, там, корректная, собственно говоря, но ты научиваешься даже из этой информации, там, из этой обратной связи вычленять что-то важное и принимать это для себя. И вот как раз у первых лиц очень часто такая проблема бывает. Поэтому нужно найти человека, которому ты доверяешь, которому может тебя оценить как профессионал. И по большому счету, который может еще таким образом дать тебе обратную связь, чтобы ты ее принял, чтобы она была тебе полезна, и то мог ее применить для себя. Вот такие вот. Чтобы ты ее не отторг еще, да? Да. Так где же такого человека взять-то? Есть некие профессиональные оценщики или действительно стоит порыться в своих знакомых, друзьях, коллегах? Ну, друзья, коллеги, коллеги, это да, интересно, но там нужно очень аккуратно тоже, да, не ты меня оцени-ка, потому что, опять же таки, это навык. Только не забывай, что квартальная премия скоро, да, не за горами уже, ты, я правильно оценил. И даже если это человек, поэтому вот как раз и люди такие ищут себе подобных, они ищут такие вот, ну, тусовки какие-то, где бы они могли пообщаться. И пусть бы они даже не прямую оценку профессиональную бы получили какую-то от других людей, которым они доверяют, да, там, таких же первых лиц, в таких же позициях. Вот, но, по крайней мере, с которыми они, обсуждая, могли бы сами, ну, спроекцировать себя, там, да, себя увидеть, скажем так. Поставить на место своего коллеги. Да, 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 да. А как бы я себя повел в этой ситуации? Да, поэтому вот это очень ценно, конечно, вот такие вот хотя бы формы косвенной оценки. Интересно, очень интересно. Ну, а если говорить все-таки о неких оценочных процедурах, какие, ну, стандартные ошибки, может быть, да, можно назвать, Ульяна, которые встречаются достаточно часто? Самая распространенная ошибка, самая вообще распространенная, это тотальная просто ошибка, это когда оценивают, ну, не то, что нужно. Но, грубо говоря, вот человек работает на своем рабочем месте, ему нужны одни качества. Эти качества, я не знаю, либо они плохо выявляются, какие именно требуются качества, либо даже они выявляются, записываются, но потом процедуры оценочные абсолютно не соответствуют выявлению этим качествам. То есть оценщики заигрываются, они начинают, ну, умничать, как я называю, да, умничать, либо заигрываться в какие-то игрушки там начинают. Вот, и по итогу, по большому счету, смотришь и не можешь понять, зачем вот это все проходило. В крупных компаниях, это известные такие большие примеры крупных компаний, когда так делали. Задачи ставятся понятные, да, а решаются они непонятные. Да, 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 это вот самая распространенная ошибка. Ну, здесь, если говорить о исправлении этой ошибки, вот здесь проблема-то в чем? Несколько некомпетентны те люди, которые ставят и решают эти задачи, или? Ну, пока еще, да, пока еще очень много, ну, в этой сфере, скажем так, даже люди, не люди, некомпетентности в том смысле, что, ну, как сказать, ну, каждая сфера, она же развивается. Не наработаны еще просто, да? Да, там много что-то наработано, но очень много хаоса на самом деле. Много чего не, ну, скажем так, не закреплено, как вот, да, бесспорно, вот это вот делается так. Ну, как вот психология, да, там же это до сих пор еще наука, это или искусство, грубо говоря, что-то типа того. Рассуждают еще люди, да, наука, это или искусство. Ну, да. А все эти технологии, можно так сказать, технологии, оценки, они опять с Запада к нам пришли? Ну, на самом деле они из Запада приходили, и раньше, да, там еще и в досоветское время, по большому счету, что-то даже нарабатывалось, и в советское время что-то нарабатывалось. Ну, то есть, отовсюду, отовсюду сейчас вообще же все размывается, поэтому иногда даже не поймешь, откуда что пришло. Мы живем в глобальном мире, да? Да, да, да. Нет, очень часто, тем более, все, о чем мы сегодня говорим, в какой-то степени с психологией же связано, да, поэтому, допустим, технологии, заимствованные Запада, ориентированные на ментальность, да, тех людей, которые они там оценивали, могут здесь не срабатывать просто вот по этой причине, что мы отличаемся каким-то... Ну, сами инструменты-то, они же, видите, тут очень важно просто, когда ты берешь инструмент, он на самом деле никуда не привязан, ни к Западу, ни к Востоку, он просто инструмент оценочный. А вот как раз особенность, трактовка вот этого всего, она как раз и несет вот то, что вы говорите, да, вот эти ошибки всякие, там, неадаптированность и все такое прочее. Ну, а привести в соответствие, что называется, весь инструментарий, все технологии, кто призван? Ну, то есть не слепо скопировать, не слепо скопировать, а кто призван? На самом деле сейчас вот, я очень рада, что у нас крупные компании имеют, вот такие развитые уже компании, имеют много средств, потому что я считаю, что они очень много делают для развития различных вот этих вот и оценки, и что касается обучения сотрудников, вот. Много делают ошибок, много делают всяких косяков, но, по крайней мере, у них есть деньги на это, и они, по крайней мере, экспериментируют. Чтобы ошибки исправлять свои вещи. Да, 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 потому что, например, в таких компаниях, как мы, да, у нас нет возможности на такие ошибки, поэтому у нас очень четко выверяется все, и каждый шаг, потому что ты можешь либо в десятку, либо, ну, максимум, в девятку попасть, если уже меньше, то все, как говорится, ты пролетел, прогорел, и у тебя уже таких ресурсов нету. То есть, с другой стороны, да, вот те компании, которые имеют право на ошибку, в какой-то степени двигают, да, вот развитие этой процедуры вперед. Ну, да, 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 да. На их ошибках у нас есть возможность... Ну, массовость какую-то создают, то есть они распространяют. Например, даже если компания профессиональная что-то создаёт, то такие компании, они адаптируют, пытаются себя как-то применить, и, ну, в большом масштабе, скажем так, применяют, распространяют из технологий. Если говорить о распространении, это распространяется внутри компании, или это за границей выходит? Вы знаете, вот это вот там же в основном как, это вот то, о чем мы с вами говорим, это все епархия, как правило, HR-служб. А HR-службах работают люди, скажем так, контактные, общительные, это люди, которые, вот сколько я работала, поддерживают контакты с другими HR-ами. Друг с другом, да, да, да. Потом очень часто сотрудники этой HR-службы, да, потом через некоторое время оказываются в, да, в конкурентной компании или наоборот происходит. Ну, да, да, ну, они просто и с зарубежными компаниями пытаются как-то опытом делиться. Ну, то есть это не возбраняется, это нормально, это нормально, что они делятся опытом. Ну, обмен профессиональным же опытом, они же не обмен какой-то коммерческой информацией. Речь идет об обмене профессиональным опытом. То есть сообществ много, HR-сообществ, там, конференции различные. То есть это активная часть как раз вот такая бизнес-населения, я бы так сказала. Ну, и вот то, о чем мы говорим, да, то есть становление рынка этих услуг, может быть, даже и так можно назвать, это все дело рук в какой-то отдаленной перспективе именно сотрудников HR-отделов, да? Ну, по крайней мере, они главные, как сказать, заказчики, участники, да, да, да. Три процедуры, то есть им и флаг в руке, как говорили о таких случаях, я понял. Хорошо, значит, Ульяна, спасибо вам огромное. У нас еще раз новости на Финам.ФМ. Слушаем новости и потом продолжим наш разговор о правильных людях компании. Ну что ж, друзья мои, продолжаем эфир. Бизнес-класс на Финам.ФМ. Мы сегодня обсуждаем тему правильных людей в компании от эффективности сотрудника к эффективности бизнеса. В гостях у меня Ульяна Самолова, президент группы компаний Самолов и Самолова. Ульяна, ну и следующий вопрос. Ну, наверное, есть определенные проблемы, и с этой точки зрения я, по крайней мере, часто встречал таких людей, которые немножко себя переоценивают. Вот, в частности, в разряде топ-менеджеров или там менеджеров среднего звена. Ну, в чем это выражается обычно, да, что человек хочет много денег или, так сказать, много прав, не обязанностей забить. Да-да-да. Вот об этом мы подробнее давайте поговорим. Действительно это так, часто встречающиеся случаи. Да. На самом деле, вот проблема нехватки эффективного персонала, в каком-то смысле эффективного, профессионального персонала, это вообще сейчас наша всеобщая проблема, да, там. И смотрите, что происходит. Наша всеобщая опять в глобальном смысле? Ну, вот, и в глобальном, и в локальном речь идет о каждой компании и о государстве в целом нашем, по большому-то счету. Ведь это же на самом деле, ну, крен-то, он ведет к, ну, неправильная самооценка людей, да, там ведет к тому, что они, ну, неправильные поступки совершают, да, там ставят какие-то цели, которые не могут выполнить. Например, ожидания формируют, которые не соответствуют их способностям, вот. И вот они выставляют свою кандидатуру на рынок труда, они ищут себе работу. Вот, например, берем там в сфере продаж или в сфере управления, например. Ну, вот смотрю, продажник, например. Ну, кто-ка продажник, да, вот что это такое? Ну, почему я не могу быть продажником? Да, спокойно. Это же так просто, конечно. Да, да я еще поломаюсь, я еще подумаю, чтобы я такой вот весь из себя к вам приду, и вы за честь, что я к вам пришел, только заплатить мне должны, я не знаю, там, сто тысяч, да, там, не говоря уже о том, что я что-то буду делать. Ах, вам еще надо, чтобы по телефону буду звонить. Да, 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 если я еще и продам что-нибудь. Вы что мне предлагаете вообще, да? Нет, вы приведите мне клиента, вот, собственно говоря, да, там, ну, вот, я буду с ним что-то там делать. Вот, никакого понимания того, что из себя представляет профессия продажник, да, там, нету на рынке. Подождите, а вот, ну, опять, гипотетически, а кто этот человек, вот, вы которого озвучивали сейчас, он до этого работал, я не знаю, там, министром финансов, я не знаю. Ну, во-первых, этот человек, может, вообще нигде не работал. До этого, вот, вот, вот. Во-вторых, ну, он учился, например, он учился, он вышел, ну, куда пойти, ну, пойду-ка я, ну, куда, ну, вот в продажнике, туда какие качества. Это все, да, любой может, все может. Могут стать продажником, вот я пойду. Сколько мне нужно? Ага, мне нужно столько денег, мне нужно квартиру снять, мне нужно вот это, мне нужно вот это, развлекаться, нужно съездить куда-нибудь отдохнуть. Ну, все, вот, цифру нарисовал. И самое, что интересно, люди даже, вот, вроде грамотные люди, смотришь, там, IQ неплохое, все, и они даже за труд себе не дают, ну, как сказать, постесняться, можно даже сказать, при собеседовании не озвучить то, почему он такую зарплату хочет. Вот спрашиваешь, и сплошь и рядом такой ответ. Ну, почему вы хотите эту зарплату? Ну, как почему? Потому что и вот это все перечисление идет. То есть, чтобы люди начали перечислять, потому что он способен вот то-то, то-то сделать, такого, знаете, это вообще единицы просто такого, да, там. То есть, люди идут от потребностей своих, да? Да, идут от своих потребностей, да, тоже касается руководителей, переоцененных очень много. То есть, оценить вот два человека, например, почему один требует 40 тысяч, другой там 200, ну, иногда просто невозможно, то есть, аргументов никаких нет там. Причем и тот, и другой на одну позицию, условно говоря, да, и идут. Да, может даже с одинаковым опытом там быть, например, да, и не факт, что этот за 200 будет лучше, чем этот за 40, собственно говоря. Вот, то есть, это все представление человека о том, кто он и что ему должны. Вот это понятие должны, вот мне кажется, вообще, я не знаю, как оно получилось, откуда оно произошло, но у нас в стране это очень сильно есть. Это первое. Второе, это то, что, вот смотрите, когда произошел развал Советского Союза, у нас же, ну, капиталистическое общество стало очень быстро формироваться. И стали, ну, люди напрягались, люди вкладывались по себе, знаю, там, да, это вообще, это просто бешеный темп жизни, работы. И ты добиваешься успеха очень быстро. Ну, понятно, да, когда что-то начинается, там есть возможность быстро добиться. Конечно, эффект низкой базы, как говорят. Да, 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 да. И вот сейчас, когда они видят, что, ну, вот эти же добились, ну, что ж, смотришь, ну, ничего себе такого не представляет, уже супер-мупер, я не хуже. Вот, поэтому, значит, я тоже, в принципе, ну, причем не могу добиться, а тоже... На это могу претендовать. Могу претендовать на это, да. Да, если он там в 30 лет уже этого, ну, а я... А еще, если я его знаю, и в школе-то мы вместе учились, и он был троечником, а я-то отличник, значит, я должен в половину, как минимум, да, еще иметь больше. Да, 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 поэтому завышенная самооценка вот происходит. Еще она, завышенная самооценка происходит из-за того, что, ну, нагревают сами работодатели, нагревают рынок. Ну, потому что нечеткие требования. Потому что берут как раз вот неправильно, при неправильной оценке, да, там, закрывая глаза на то, что, ну, вроде подходит, да, берут. Они берут, человек приходит, он не соответствует, потом расстаются. Человек считает, что понятно не потому, что расстались, что он плохой, потому что несправедливость, там, и все такое прочее, не оценили его и так далее. У него есть другое место. И вот такие шатуны. Уверенность уже еще больше в себе. Конечно, конечно. И поэтому вот таким образом людей мало профессиональных, а они всем нужны. И вот я по себе знаю, у меня там, да, из 200, например, резюме, которые приходят, ну дай бог одного человека взять. 200 резюме. Потому что резюме присылают вообще бездумно даже. То есть половину можно просто выкинуть. Ну, резюме все-таки дело такое. Там, видимо, есть какая-то формочка, да, на сайте, куда соискатели захватывают. Но есть же вакансия, на которую они свое резюме это отправляют. Понимаете, они же не просто там куда-то в космос отправляют. Есть вакансия. Вакансия четкое требование. Такие-то, такие-то. Он присылает резюме, которое абсолютно не соответствует этой вакансии. Ну, спрашивается, зачем вот ты сюда идешь, если ты... Там даже должность не такая, какая тебе нужна. Ну, то есть вот этот вот мусор, мусор, вот как информационный мусор, мне кажется, сейчас очень много мусора людского, если можно так некорректно сказать, на рынке. Ну, мы понимаем, о чем речь, да. Да, 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 которые бездумно абсолютно на рынке себя ведут. Ну, подождите, все-таки времена-то. Я понимаю, что вот подобная ситуация была бы до кризиса, да, когда еще какие-то ростки, активные ростки, да, и в экономике, и в мировой, и даже в российской. То есть мы как-то так, ну, я не знаю, ободренные какие-то были. До 98-го тоже был период, да, когда все росло. Вот этот новый дикий капитализм позволял надеяться на то, что сейчас мы как раз и заживем. Сейчас-то все-таки времена с экономической точки зрения не совсем благоприятны для того, чтобы человек вот так вот, да, необдуманно, да, выпячивал свое «я», ни на чем не основываясь. То есть он должен, чтобы по голове несколько раз получить, для того, чтобы понять свое место, да, в данном конкретном моменте. Ну, не все же понимают, да, вот чуть по голове. Не все принимают это. Ну, вот после 2008 года, я знаю прекрасно огромное количество примеров, да, если кто-то был, ну, неадекватно смотрел на действительность, то через пару-тройку месяцев стал смотреть более чем адекватно. И прекрасно понял, что, да, времена изменились, теперь надо жить вот так. Очень много на рынке, ну, нехватка сотрудников. То есть именно это дефицит, дефицит работы. Дефицит, дефицит, и люди, поэтому там или там, они могут пристроиться. Когда они пристраиваются, то это тем самым, они как бы подтверждают свою состоятельность и то, что они сюда подходят. Они хорошие специалисты, вот в чем дело-то. И поэтому они вот так вот и ходят по рынку. Туда-сюда. Туда-сюда. И этот рынок, да, соответственно, не особо улучшает. Не особо улучшается, в том-то и дело, да. Да, поэтому-то как раз сейчас вот и потребность очень большая в выращивании кадров, очень много об этом говорят. Потому что если уж ты зацепил какого-то человека, господи, да ты в него вкладываться будешь, потому что он уже соответствует хоть каким-то твоим параметрам. То есть, в принципе, вкладываться будешь, да, не пожалеешь, что называется, ресурсов собственных, да, потому что видишь, что, так сказать, свет в конце. Да, потому что найти гораздо дороже, скажем так, гораздо проблематичней. И еще не факт, что можно вообще. В принципе, можно найти человека, который на 100% подходит вашим критериям, каким, ну, критериям работы дателя. В принципе, возможно такое? Ну, вы знаете, ну, как бы у каждого же свое представление, 100%, не 100%, я не знаю, я никогда не меряю 100%, не 100%. Просто у меня есть решение. Велика вероятность, да, или там? Нет, понимаете, есть управленческие решения. Вот я сторонник такого. Лево, ты думаешь, вот надо, не надо, там, да, при принятии решения, ты можешь долго думать. Но если ты принял решение, что да, ну, значит, да, грубо говоря, что уже теперь это самое. А потом как раз вот с помощью оценочных процедур в процессе работы, ты видишь, если человек не выполняет планы, да, там, наступает какая-то точка локальная, опять так, еще... Еще полки, еще месячишка, да. Да, возможно, для принятия решения, да, там, посмотреть, проанализировать опять. Приняли решение, приняли решение, дальше смотрим. Ну, то есть тут же так, а не так, что на 90%, на 80% ходишь и мучаешься. Что это, 80% это плохо или хорошо? Ну, 80% это много, изначально там 50 на 50, да, либо да, либо нет. А 80% это уже... Да или нет, это 100%. 100% да или 100% нет, это либо ноль, либо 100%. Да, да, да. Кстати, вот подобный, ну, дефицит, да, и переоценка собственных возможностей, она наблюдается только среди высоко квалифицированных персоналов, высоко квалифицированных сотрудников, или это не зависит от... Да, мне кажется, абсолютно не зависит от... Серьезно? Конечно. Ну, тех же продажников, да, на разных стадиях. Есть там какие-то вип-продажники, такие аккаунт-менеджеры, есть просто продажники, ну, начинающие. И вот что там, что там их... Мать-муща этих переоцененных... Ну, люди, которые переоценивают себя, да. Я понял. Хорошо. Ну, и осталось две минутки у нас, Ульяна. Давайте все-таки поговорим о том, чтобы... Ну, с точки зрения, давайте, с точки зрения, может быть, человек, который собирается, да, там, найти работу или, там, поменять ее сейчас, собирается найти, так сказать, некую линию, да, дальнейшую линию своей жизни, вот что ему нужно предпринять, да, для того, чтобы в конечном итоге попасть вот в эту категорию правильных людей в компании. Вот, вот я тут с удовольствием дам совет такой. Это первое, что нужно, это определить свою компанию. То есть не нужно рассылать вот так вот 100 тысяч резюме по различным... На авось ли? На авось. Нужно выбрать, нужно узнать. Точно так же, как компания, она, выбирая сотрудника, она же пробивает его по всяким, там, ВКонтакте, там, Фейсбуках, еще где-то, еще где-то, да, там, проводит собеседование, то есть только вкладывается. Но человек, он решает свою жизнь. Он тоже, как минимум, должен вложиться и хоть что-то время потратить, для того, чтобы понять, что за компания, что из себя представляет, кто будет собеседование проводить. Это первое, выбор компании. Второе, это поведение на самом собеседовании. На самом деле, тут очень важный совет, это то, что человек должен управлять собеседованием. Независимо от того, соискатель, независимо от того, ему задают вопросы, да, или ждут, пока он что-то проявит, инициативу. Это не значит, что он должен прерывать, например, нахрапом там действовать, но он должен контролировать себя и разговор. Потому что, когда, например, ну, такие люди, как я, например, задают вопрос, ну, расскажите немножко от себя и замолкают, да. А что рассказать-то? И некоторые на час могут вот так, да. Это тоже показательно, потому что, ну, чуть-чуть задаешь ему вопросы, корректируешь, но человек не управляет беседой. Он не понимает то, что есть еще какие-то важные вещи. То есть он сейчас находится в состоянии продажи, он должен себя продать, поэтому он должен важные моменты вычленить, он должен четко время, регламент согласовать, сколько будет собеседование проходить, да, там, и понять, что, ну, на этот вопрос наверняка не надо, там, час, если у нас всего час собеседования. А потом говорят, все, до свидания, собственно говоря. Вы нам все рассказали о своей жизни, было очень интересно. Да, да, в конце тоже ждут чего, чего ждешь? Спроси, ну что, как, когда мне позвонить, куда мне приехать, как мне узнать? Ну, то есть многие просто не делают этих шагов. Встал и ушел, да. Все, он выполнил свою миссию, собственно говоря. Да, это очень серьезная задача, на самом деле, и я абсолютно с вами согласен, надо уметь себя продавать. То есть задачу поставить и решать ее, как, наверное, в любой другой работе. Огромное спасибо, Ульяна, спасибо вам за участие в нашей программе. Уважаемые случаи, спасибо вам за внимание, всего хорошего, успехов в бизнесе. До свидания.